Гармонический ряд расходится. Гармонический ряд, я бы напомню, 1 плюс 1, 2 плюс 1, 3 плюс 1, 4 плюс 1, 5 и так далее. И я обещал объяснить, почему расходится не только гармонический ряд, но и ряд величин, обратных к простым числам. Вот на самом деле, обязательно сейчас это уже стоит сделать. Впервые это сделал Леонард Тейлер. И я сейчас расходимость этого ряда сделаю даже двумя спусками. Первый раз это будет сделано так, как это сделал Эйлер. Второй раз это будет сделано так, как это сделал Леонард Тейлер. Это замечательный леонардерский математик, который доказал огромное количество все эти теоремы по теории чисел. В частности, такую игрушку тоже нет. Он вообще был очень серьезный. Это, что называется, скорее такая милая шутка. Но тем не менее, сначала доказательство Эйлер. Эйлер начинает с формулой, которая у нас с вами уже была, которая называется формула суммы бесконечно-мывающей диетической прогрессии. Если взять любое величину А, где А поможет быть меньше егеницы, то это есть егеница, беременная на 1-а. Я прошу разрешения не доказывать эту формулу. Считается, что уже вы созрели для того, чтобы ее знать. Лекция Шинья была целиком посвящена вариантов всяких этой формулы. В общем, кому интересно, потому что это в школьном учебнике, когда я идти. В общем, это факт. Если умножить 1 минус А на такой бесконечный ряд, то так получится. Дальше он берет и говорит, подставим вместо числа А единицу, деленную на простое число П. Поехали. П, простое число. Тогда единица 1П, 1П2, 1П2, 1П4, 1П4, 1П5. Итак, без конечности, это будет единица, деленная на единицу, минус 11. Отлично. И дальше перемножим все такие выражения по всем простым числам П. То есть, вот здесь вот пишем знак произведения. А внизу пишем П, простое. И здесь то же самое. Знак произведения. П, число, простое. Отлично. Давайте в таком случае соображать. Легче всего этим способом объяснить, почему не может быть конечное количество простых чисел. Помните, два месяца назад я объяснял, что множество простых чисел бесконечное. Так вот, Эйлер говорит просто. Если бы простых чисел было конечное множество, то это было бы вполне себе произведение нескольких чисел. Значит, ну это была бы какая-нибудь величина, она была бы из них на большую ноль. В таком, на большую ноль некое конкретное, абсолютно конкретное число. Даже не больше, да, число. Число. Замечательно. Но если это число, то в таком случае, вот, в произведении, слушайте, интересно, а чему равно это произведение? Вот, когда берешь, выписываешь такие скобки, давайте, давайте представим себе представить. Один, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и так далее. Это умножается на такую же сумму. Один, одна третья, одна девятая, одна двадцать седьмая и так далее. Это умножается на единицу плюс одна пятая, плюс одна двадцать пятая, одна сто двадцать пятая и так далее. Одна седьмая. Ребята, что будет, когда перемножить? все, 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 все. Получится вот так. Получится просто целиком, комментируйте. По очень простой причине. Потому что вот когда берешь единицу, умножаешь на единицу, на единицу, на единицу, это получаешь единицу. Чтобы получить одну вторую, надо взять из первой скопки одну вторую, а из всех остальных взять единицу. Чтобы получить одну треть, надо из первой скопки взять единицу, отсюда одну треть, отсюда единицу. Чтобы получить четверть, надо отсюда взять четверть, отсюда все единицы. Одну пятую, надо взять отсюда единицу, отсюда единицу, отсюда одну пятую, и так далее, и так далее. Ребята, это в точности теорема о разложении чисел на простые множители. Так называемая основная теорема арифметики. Вот это вот произведение, взятое по всем простым числам, Это в точности вот этот вот гармонический ряд. Но гармонический ряд расходится, это же плюс бесконечность, значит множество простых чисел. Что? Бесконечность. Вот таким образом Эйвер доказывает бесконечность множества простых чисел. Правда, я сейчас обещал вам, что докажу не бесконечность, а я докажу, что вот этот ряд стремится к бесконечности. Ну, на самом деле для этого надо буквально чуть-чуть модифицировать вот это вот доказательство Эйлера. Ребят, если бы вы были, так сказать, студентами, то вообще проблем бы сейчас не было никаких, поскольку все-таки считается, что вы школьники, то давайте я сейчас буквально чуть-чуть сделаю отступление в сторону о том, что такое сходящееся и что такое расходящееся произведение. Спасибо.